приветствую всех с вами холдэм и мы продолжаем проходить игру доки доки литературный клуб сразу говорю да именно нет задавайте вопрос почему у меня все открыто причина в том что я просто сделал заранее превьюшки со всеми кадрами я ни черта не считал и не знаю сюжет вообще нигде так что такие вот дела это просто заранее превьюшки сделал потому что у меня ограничения небольшое есть и лучше сразу их делать вот я и сделал а так я ничего не знаю будет интересно проходить извините если так немножко измучена просто я пытался записать другую игру не получилось сейчас мы будем записывать доки доки немножко расслаблюсь хоть ну давайте погнали нам совсем чуть-чуть осталось и мы получим все письма а дальше надо будет по файлам лазить и расшифровывать агна вперед прошел сегодня день с момента как письмо юри оказалось у нацуки с помощью моники поскольку юри в тот день не было на заседании клуба они с нацуки до сих пор не виделись и хотя сейчас еще только обеденный перерыв юри за пол заполна отсчитывает время до встречи знать бы что случится дальше ученики спишь спешащий по своим делам ее нервируют юрий выбирает укромное местечко чтобы пообедать в одиночестве поскольку на этой лестнице идет ремонт сюда никто не посторонний не заглянет как приятно насладиться покоем посреди всей этой школьной суеты ой вот тебе и покой ой что-то делает ты что тут делаешь я про просто юрий с такой силой стискивает свою книгу что страница мнутся пальцы ты а ты что тут делаешь я просто хотела купить в автомате напиток тот кто тот что я люблю а в другом автомате закончился юрий замечает что на суки перебирает монетки она кивает и отводит в глаза на суки про протискивает к протискивается к автомату тоже старательно не глядя на юрий здесь так тихо что кажется малейший сушорох малейший сушорох отдастся на всю лестницу ждать приходится слишком долго но вот наконец но вот наконец банка с напитком у нее в руках теперь она вертит в пальцах и и они монеты это какая-то разновидность холодного чая но на суки почему-то все равно не уходит она стоит на месте озирается страна тут так тихо даже слишком а жутко становится то есть нет я совсем не это имела ввиду то есть ты имеешь полное право тут находиться раз тебе нравится я хочу сказать тебе это место подходит и не потому что ты жуткая ничего такого я это тоже не имела ввиду знаешь я наверное лучше промолчу помолчу так будет лучше ничего все в порядке юрий пытается сказать что-то утешительное утешающие успокоить на суки которая так за извинялась что даже начала заикаться на суки подходит к лестнице и неуверенно присаживается рядом с юрий если хочешь я могу уйти юрий качает головой а суки открывает свой чай и отпевает глоточек хотя и урю вы хотя юрий вроде как разрешила ей говорить она все равно хранит молчание юрий продолжает читать или делает вид или делает так они сидят вдвоем какое-то время при же напряжение мало-помалу рассасывается даже без слов создает создается ощущение будто все это что-то значит для них обеих хотя пока непонятно что именно соляр краю бейкс не знаешь может почитаю обед заканчивается скорее чем хотелось на суки поднимается с места 1 и в ее руке пустая банка и сегодня придешь клуб юрий кивает прости за все что и она болтала я не я не умею говорить о таких вещах не знаю почему не могу и все но мне хочется научиться когда-нибудь тебе некуда торопиться обещаю спасибо спасибо на следующий день а суки появляется из-за угла и подходит к автомату с закуской косясь на юрий сегодня у нее собой тоже какая-то книжка а это снова ты да вот пришла почитать они это кажись юри подожди скорее всего это юрий или все-таки на суки да вот пришла почитать немного тут удобно удобно никого нет да я думала тебе не понравится что здесь так тихо это правда но тут нет людей понятно а суки садится сегодня атмосфера кажется совсем иной чем накануне после вчерашней встречи за обедом а потом в клубе на суки юрий начинают вести себя друг с другом чуть по свободе хотя письмою и хотя письмо юри по-прежнему не дает о себе забыть на суки старается об этом и тут и не возражаешь что я тут сижу мне все равно я просто не хочу своим своим друзьям показываться что я читаю а то опять начин начнется они же решили что я бросилась читать мангу когда вступила в литературный клуб хотя от них вообще-то ничего не скрывал хотя и от них вообще ничего не скрывай но мне не хочется опять все это с ними обузу обмусоливать я лучше почитаю спокойно тут наконец новый новый том вышел я его несколько месяцев ждала у тебя нет друзей которые тоже любят мангу нет кроме тех которые которые в интернете и сайори но это не совсем то она на самом деле мангу не любит ей просто нравится понимаешь то тебе повезло на самом деле книжки которые ты читаешь они выглядят просто как книжки и у тебя нет такого чувства будто все на тебя из-за них пусть косо смотрят это было бы ужасно я теряю ой извиняюсь я терпеть не могу чужое внимание хорошо что я толсташкуры кстати очень советую завести друзей в интернете если у тебя их до сих пор нет если ты так же как и я такая же как и я и тебе не с не с кем разделить свои увлечения у меня есть друзья в сети еще со средней еще со средней школы когда я чувствовала себя особенно одинок мне даже слегка неловко вспоминать о тех временах иногда я думаю что мне прежний пару лет назад не помешало бы парочка хороших затрещин мы все были ужас мы все были ужасно глупыми в детстве это точно я такие фанфики писал я такие фанфики писала хорошо хоть и под своим именем когда мне это нравилось я получала бездну удовольствие по крайней мере теперь и по крайней мере теперь я могу с уверенностью сказать что с тех пор я сильно изменилась к лучшим так что я не стала бы ничего менять интересно будем ли мы еще через пару лет думать точно так же про нас сегодняшний ха ха наверное тебя это не смущает конечно нет мне плевать что обо мне думают другие особенно те кого еще в природе не существует ладно вот отсутки поднимает руку и что есть силы шлепать себя ладонью по щеке это я и забудусь это я из будущего пришла свести счеты самой силу с собой сегодняшний ой больно вообще-то это же надо было так себе залепить юрий как будто ничего не замечает но затем к вещь к вящему удивлению на суке юрий смущенно отворачивается поднимает руку и делает то же самое она звонко шлепает себя ладонью по лицу зардевшись юрий пуск опускает глаза на улыбка все равно проступает на губах вот это было было очень смешная шутка вот об этом я и говорила я не думала что ты на такое способна я я не я сама не знаю зачем я это сделала может я думала это будет весело прости я все время тебя отвлекая ты сказала что хочешь читать а я все болтаю и болтаю о глупостях не стану больше тебе мешать ладно да наверное я правда почитаю немного разговор смолкает на суке открывает книжку до конца обеденного перерыва они обе читают в полном молчании но все это время юрий терзает сожаление о том что она так резко прервала разговор и ну все так хорошо получалось как или за ваше здоровье опять ты опять ты да я пришла незадолго за пришла ненадолго залечь на дно прошел еще один день в обед на суке снова приходит на лестницу хотя она туда вроде и не собиралась ой ты ты это купила это ты купила на суке сразу замечает бутылочку холодного чая на ступеньке где она обычно сидит юрики вайт отводит глаза у все как все уже маленькое место для их сбора уже маленький такой уголочек организовал организовал неужели для меня но ты же не знала приду я сегодня или нет а если бы меня не было ну я бы наверное сама выпила это было глупо нет вовсе даже не глупо я просто подумала ладно не важно вообще-то я хотела сказать спасибо мне очень приятно я не обижусь если на самом деле ты так не думаешь конечно думаю я всего остального ними я всего остального не имела в виду честное слово ты должна мне поверить немного промо помолчав юрики вай разговаривать сложно меня тоже иногда не выходит так что я тебе верю на суке вздыхается облегчение она садится рядом с юрией берет свой напиток юрия она такая юрия она такая решила что наверное что раз на суке благодарить ее слишком вяло значит что-то не так я для тебя в другой раз тоже что-нибудь сделаю пожалуйста не считай себя обязан я этого хочу я тоже хочу сделать себе приятное ладно спасибо спасибо скажешь позже когда я придумаю чтобы мне такое для тебя сделать договорились на суке вздыхает что ничего просто подумала что с подругами у меня не ладится в последнее время и поэтому сюда и приходишь ну не совсем я ненарочно их избегаю ничего подобного у меня в обед находятся и другие дела кроме них я люблю с ними тусоваться и все такое но они ничего не приниму принимают всерьез поэтому когда я о чем-то серьезном думаю их отношение действует мне на нервы и все стало только хуже когда я пришла в литературный клуб почему я не с я не знаю я раньше вроде нормальность с этими затем мирилась потому что клуб уже истерить катать из-за истерики катать из-за шуток которые которые мне не нравится правда но в последнее время это перестало получаться я сама виновата и чего нечего быть такой чувствитель проблемы во мне и я не имею права требовать от других чтобы они изменились да да я все понимаю моника и саюри считают по-другому они бы не согласились но они нас но они не на моем месте их подавать советы давай расскажем всему миру что ты чувствуешь и все такое кстати говоря честь это так прям так в пряму говорить всему миру открыться не так нельзя максимум можно сказать открыться человеку прям которому ты на сто процентов доверяешь прям на сто процентов найти этого одного человека открыться они всему миру ну вот пример почему лучше не говорить всему миру открыться потому что может показаться что ты такой закрытый просто потому что не некому открыться потому что все и сами закрыт так еще и могут на тебя начать бочку катить но мои друзья никогда так не делают я выставлю я выставлю себя на посмешище и все прости это все никак тебя не касается и знаю зачем я вообще об этом говорю ничего страшно я люблю слушать что выслушивать чужие жалобы да это странно извини я просто люблю узнавать о людях что-то новое ты думаешь это странно нет это не странно я наверное просто не так себя тебя поняла так что я могу продолжать да если хочешь так ну вот теперь я не знаю о чем говорить что тебе нравится в твоих друзьях много чего они правда классные с ними весело тусоваться после школы или по выходным и они очень любят мои пирожные и это прикольно после уроков собираешься собираться и жаловаться как ужасно прошел день они меня смешат у нас полно общих воспоминаний и шуток которые понятны только на я так совсем не умею и что для меня все это для тебя это все важно ну вроде того хотя мне от всех друзей не от всех не от всех друзей нужны именно это клубе с вы все другие но я с вами дружу саюри очень любит твои пирожные и она и она тебя смешит и много жалуется это не значит что она похожа на других моих подруг в отличие от них она добрая и думает о том чтобы тебя не обидеть и брик притормози а ты не будешь давай ты не будешь так говорить о моих друзьях их совсем не знаешь насуки поднимается с мест нет постой прости я совсем не то имела в виду я не хотела сказать ничего плохого пожалуйста не уходи насуки вздыхает и качает головой все в порядке то ты должна понимать что нельзя осуждать людей от вот вот так вот нельзя осуждать людей вот так походя прости меня нацуки усаживается обратно ты не можешь сравнивать от них друзей с друг одних друзей с другими и выше и высчитывать кто лучше все люди раз извини но я мне просто не нравятся люди которые тебя обижают между ними повисает молчать и прям милы они ненарочно мы просто подарок подразниваем друг друга из-за всяких глупостей это прикольно мне это не нравится вот поэтому я с ними дружу а ты нет тебе это нравится не волнуйся и волнуйся так из меня не надо она того не стоит извини я бы хотела уметь улаживать конфликты между людьми как это делает моника у нее отлично получается в общем нет вот подожди как-то в общем нет тому же мне далеко не всегда нужна помощь иногда проще разобраться самой моникой с айуре это никак этого никак не хотят понять иногда стоит мне как-то не так взглянуть и они такие сразу ой что с тобой такое все в порядке мне иногда хочется пожить своей голове и никому не рассказывать что там у меня за тараканы и единственный кто это понимает так что не будь к себе слишком строго строга у тебя не так уж плохо все получается только не надо меня успокаивать я обязан я серьезно и кстати хороший слушатель это человек который сам говорит мало спасибо вообще ты хорошая для меня это сложно и понимаю как говорить о таких вещах это странно я всегда была уверена что болта обо всем что в голову взбредет на самом деле так выходит только когда я злюсь или огорчаюсь или хочу сказать кому-нибудь гадость почему я такая не отвечай ничего это я сама собой говорю юрий кивает и хранит молчание на суке замечает как она теребит книжные страницы как вышло что ты так любишь читать ну и было много причин я очень легко в это погружаюсь мир книг такой без безбрежный хочешь войти в него и утонуть люди вокруг в реальной жизни есть ними не ловко они меня раздражают особенно когда надо соблюдать социальные условности или общаться в группе я ничего в этом не смысле и не хочу с ни с кем говорить с книгами все иначе где не хочется расставаться с любимыми героями я чувствую сильную эмоциональную связь с ними такую какой у меня нет с обычными живыми людьми каком-то смысле для меня мир книг более реальный чем жизнь вокруг правда тебе настолько тяжело общаться с людьми и это так и это так всегда очень часто особенно когда их много когда все вот когда все вокруг болтают шутят смеются я не знаю что делать и просто отключаю ой а тебе не одиноко в общем то нет мне нравится общаться с глазу на глаз и у меня конечно есть друзья в сети а тебе когда-нибудь хотелось подружиться с героинями твоих книг постоянно иногда мне этого хочется так сильно что сердце щемит да у меня тоже самое правда это мне этого ужасно как хочется больше всего на свете барбар матов это на суки замолкает на лестнице повисает тишина но это молчание объединяет и они разъединяй они отлично понимают друг друга и вот первая глава завершается и сколько же она продлилась что-то быстренько ну так и закончим как говорится одна серия одна глава что-то быстро проскакали вообще интересно так это кайровой ирония на публике они прям на публике эти саюрии на точнее фу юрии на суки они вообще не подходят друг другу 1 мангу любит 1 книги они срутся постоянно хотя конечно из-за того что они вообще ссорились они не ссорились до нашего прихода до прихода гг как только он пришел моника сразу им подкрутила ненавистью друг другу и поэтому они начали ссориться ну или хотя не кажись там было две ссоры у них одна более мягкая лайтовая так скажем спокойненькая такая просто юморная сцены их ссор говорится думаю они думаю иногда все-таки ссориться но вот когда они вот отдельно то всех нету не моники не саюри никого они прям становится прям душа в душу очень подходят друг другу в правде это части так отчасти это часто так и бывает на первый взгляд абсолютно разные люди могут реально хорошо с тобой собой ладить просто но им нужно уединиться ладно надеюсь вам понравилось этот эта серия ставьте лайки или дизлайки пишите комментарии предлагайте игры для прохождения я я их принимаю и прохожу например игра привет шарлотта кстати говоря было ее попросил 111 моя зрительница и вот мы ее проходим так что давайте именно берите и предлагать также так как первые первые игры будут сразу же зачислены и так скажем вперед очереди критикуйте также и может обсуждать сюжет только не спалерить и но там например насчет файлов и т.д. может быть вы можете даже подсказать как их лучше проходить ну как что-то можно интересного надо быть просто так ну точнее как это что-то интересное там надо быть если хотите заглядайте в описании там будет ссылочка на мой дискорд сервер и на рутуб на рутуб канал позже туда заглядывайте это надо потому что вдруг что свету вам случится хоть конец ой прошу прощения хоть я конечно очень не хочу чтобы с ним что случилось но если что все таки хотя бы мы так не потеряемся и не забывайте жать на кнопочку подписаться и на колокольчик атаковая новых видео узнаете пополните нашу большую но все такую же крепкую семью и меня применим мотивируйте и сами конечно же не прощаюсь скоро увидимся в следующих сериях наших приключений по доки доки